Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании «Тикнила», с вами я, Артур Ильятулин. Ситуация в Китае продолжает их участвовать, несмотря на бесконечные меры по борьбе с вирусом. Многие фабрики простаивают, а магазин закрывается на целую неделю. В некоторых провинциях, в частности, в городе Ухань, в провинции Хуэй, где проживет более 11 человек, объявлен карантин, что делает их население практически ответственным областному миру, так как ограничено их передвижение, причина возможность выезжать за пределы провинции. Многие фабрики продолжают распространяться с завидной для других пандемией скоростью. На данных в графиках представлено сравнение числа зараженных и числа смертей от нового коронавируса и вируса SARS, который вызвал вспышку атипичных вниманий в 2013 году. Видно, что число зараженных от нового коронавируса имеет, показанным, экспоненциальный рост. Несколько дней назад превысило число зараженных от вируса SARS и за счет высокой контагиозности, но не за счет летальности, число жертв от нового коронавируса также превысило число жертв от вируса SARS. На коне всего этого активность в сфере услуг Китая к удивлению выросла в более быстром 5 января, показали официальные данные в пятницу. Индекс активности в сфере услуг вырос до 54,1 пункта против прогноза 53,1 пункта. Чтобы предполагать рост в сфере услуг, необходима базовая предпосылка, чтобы потребители не ограничены в передвижении, чтобы, собственно, была физическая возможность эти услуги потреблять. И, естественно, появляется разумный вопрос, откуда же в мрачных активных обсуждениях вируса в Китае есть место таким позитивным данным. Объяснение, которое ожидалось, откроется во времени сбора данных. Опросы проводились с 15 по 20 января, а некоторые, как обычно, с 20 по 25 число каждого месяца из-за празднования нового года. Отчет по активности в сфере услуг вышел, однако, с ремаркой, что воздействие к вирусу на экономическую активность не полностью отразилось в данных, поэтому необходимо следить за будущими отравлениями. Но если в первой половине января в сфере услуг наблюдался сезонный подъем, то в производственном секторе предприятия чувствовали себя неважно. Индекс активности в производственном секторе снизится до 50 пунктов в январе – это назначение, которое разделяет зону расширения активности, то есть выше 200 пунктов, то есть зону расширения активности, что ниже к 200 пунктов. Если учитывать при этом изменения цены на медь, с которыми, как видно, индекс производственной активности очень сильно связан, то активность в производственном секторе, вероятно, нужно будет скорректировать месяц, так как видно, что цены на медь обрушились к концу января. Китай, вероятно, предпочтет взяться за старое и увеличивать монетарную поддержку, увеличивать кредитный рост, увеличивать фискальные расходы, уплачение инфраструктурных проектов, однако проблема может быть не в дефиците даже средств, а именно в нехватке проекта. На этом фоне снижение юаня против доллара выглядит неизбежным, так как кредитный рост, вероятно, единственный способ приблизить цифры к царевым, и Китай должен будет к нему прибегнуть, так как это излюбленный инструмент китайских властей, и сейчас ситуация в этом как раз так и располагает. На сегодняшний день, если вы ваше внимание, увидите сами в понедельник.